После длительного перерыва, вызванного затянувшимся карантином, украинский театр возобновляет репетиции. Собираются не более пяти актеров, они должны быть младше 60 лет. Правда, о полноценном возвращении спектаклей на сцену театра раньше сентября говорить не приходится. Ограничения по численности актерского состава и по возрасту вызваны все тем же карантином. На сцене театра проходит репетиция старого спектакля «Прекрасный рогоносец» постановки Ивана Урывского. Директор Юлия Пивоварова считает, что возвращаться к работе лучше, прогоняя уже известные спектакли. Актеры собирались в Вайбере и Зуме, но настоящие атмосферы репетиции виртуальные встречи не заменят. Работа в Зуме, в репетиционном процессе, она, в общем-то, помочь особенно не может, потому что должна быть на конечном этапе спектакль уже был практически готов. Это все-таки взаимодействие актеров друг с другом на сцене. Но два месяца, в общем-то, шли репетиции. Ребята говорят, что, наверное, это был тоже очень интересный формат работы, когда ты только при помощи голоса, не имея возможности ни мимикой, ни жестом, ты должен передать свои чувства, свои эмоции. Достаточно интересный вариант для работы. Два месяца театральной самоизоляции актеры украинского театра старались проводить с пользой. Но по своему ремеслу и по зрителю очень соскучились. Главное, чтобы эпидемия не отпугнула людей собираться в замкнутых, хоть и в широких пространствах. Дивилися наше украинское кино и виставы, дивилися виставы Дикого театра. Я побачила такую виставку, потому что не дивилися, я не знала, что мы ее поставили. Галка Металкова она называется. Это помогает, когда ты дивишься какие-то виставы, других театров, кино, ты дивишься на других актеров. Это немного помогает, но мы посмотрим. Я не знаю, какой будет результат после такого карантина. Что не было такого, чтобы два месяца ты ничего не делаешь, не выходишь, не общаешься с другими актерами. Репетиции продлятся до конца мая. В июне трупы театра уходят в отпуск. С июля подготовка к новым спектаклям. Правда, в условиях ограниченного финансирования. Двухмесячный простой не мог не сказаться на финансовом благополучии украинского театра. Учреждение не зарабатывало денег, а только расходовало запасы. Честно говоря, мы уходили на карантин, у нас были деньги на счету. И я, откровенно сказать, планировала, что... Ну, я предполагала, что карантин может продлиться два месяца, но, честно говоря, рассчитывала, что где-то с середины мая мы сможем встречаться с нашим зрителем, сможем продавать билеты, смогут у нас проходить какие-то там гастрольные спектакли. И мы начнем зарабатывать деньги. К сожалению, ситуация хуже, чем я могла предположить. И на сегодняшний день я могу сказать, что, собственно говоря, театр сам съедает себя, потому что те деньги, которые были у нас на счету, у нас никто не отменил налоги, никто не отменил коммуналку, потому что в любом случае здесь находились и бухгалтерия находилась, какие-то элементарно минимальные расходы на электроэнергию, на воду. Еще один неприятный сюрприз театру и другим объектам культуры может на ближайшей сессии преподнести облсовет. Сегодня обсуждается создание еще одного контролирующего органа – наблюдательного совета, куда в том числе будут входить народные избранники, не имеющие к культуре никакого отношения. Без согласования с этим органом нельзя будет даже вышедший из строя световой прибор заменить, а собираться на обсовет планируют раз в квартал. Напомню, что Украинский театр и другие культ-объекты областного подчинения о своих расходах уже отчитываются перед Департаментом культуры обладминистрации и Управлением облсовета по имущественным отношениям.